Сегодня встали известны подробности отставки сосногорского мэра Александра Ефремова. Напомним, контракт с сити-менеджером расторгнули досрочно из-за невыполнения должностных обязанностей. Так объяснили свое решение местные депутаты. Впрочем, уходить с поста чиновник не хотел и даже попытался опротестовать результаты депутатского решения в суде. Евгений Ракин сообщит подробности. Распрощен прекратить палану, чем руководитель администрации городского поселения Сосногорска Александр Михайлович Ефремов. В кресле сити-менеджера Александр Ефремов просидел немногим больше года. Но, судя по результатам последней сессии местного совета, недостаточно продуктивно. Напротив, у депутатов к чиновнику накопилось много претензий. И, наконец, терпение лопнуло. Проблемы, которые мы поднимаем на заседание совета, они все равно не слышатся. Не слышатся нашим главой, нашим руководителям. Какие-то отговорки, какие-то, не знаю, непонятки, непонятные. Многие жители даже в лицо не знают, кто такой сегодня руководитель администрации городского поселения Сосногорска. То есть не принимают практически никакого участия в общественной жизни. Будь то открытие сквера железнодорожников, будь то юбилейные даты, которые отмечал город. Уходить досрочно со столь ответственной должности Александр Ефремов не захотел, а потому обратился в районный суд опротестовать решение горсовета. Однако Фемида отказалась даже рассматривать иск. На предварительных слушаниях заявление Ефремова отклонили, поскольку составлено оно было с нарушениями. Заявление было подано Ефремову на бланке администрации. Хотя заявление должно было поступить от него, насколько я понимал, как от человека, от гражданина, с которым был расторгнут контракт. Также были использованы сотрудники администрации на заседание. Я считаю, что это вообще грубейшее нарушение. Человек не работает, а привлекает работников администрации по защите каких-то нарушенных прав его в суде. Кадровые перестановки в Сосногорской управе только на пользу считают и в администрации района. Мол, решение горсовета полностью соответствует законодательству, да и оптимизация штатной численности чиновников тоже не повредит. По словам руководителя муниципалитета Дмитрия Кирьякова, это давно запланированная мера по сокращению бюджетных расходов. Решение необходимое, решение важное, решение наболевшее. Передача полномочий, оптимизация расходов на содержание администрации, сокращение численности сотрудников администрации городского поселения. Все это позволит нам решать те проблемы, которые за последние годы не решались городской администрации. Между тем, бывший мэр взял на время разбирательств отпуск. Сейчас его обязанности исполняет заместитель Рафаил Гафеддинов. Впрочем, шансов остановиться у Ефремова, по всей видимости, немного. На этой же сессии депутаты города выступили за оптимизацию штата мэрии и передачу части полномочий в ведение районных властей.